Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Яль. Здраво, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем говорить? Есть хорошая пословица. Звучит она так. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Это я вот к чему. Записали мы с тобой передачу про то, как можно развивать свою осознанность. Там ты давал практическую рекомендацию. И решил я испытать это дело не на кошках, как в фильме, а на себе любимом. Выяснился интересный момент, что мое тело, вернее, мой мозг и ум, такое ощущение, что они мне не принадлежат, так как мне этот ум подкидывает мысли, которые я начинаю крутить, раскручивать, додумывать. И это все приводит к тому, что мое настроение ухудшается. Я не то, что не могу что-то хорошее делать там по делам, по дому, а у меня вообще такой внутренний раздрай, что наоборот, как это хоть вой на Луну там или на Солнце. И вот возникли по этому поводу вопросы. Все-таки вот, может, что-то делаю не так, на какие моменты надо обратить внимание, чтобы все-таки эта практика осознанности протекала более целостно, более ларно. Потому что, я так понимаю, эти вопросы, наверное, думаю, не только меня будут задевать. То есть нет покоя от окоянных мыслей. Хорошо. Я думаю, что здесь в первую очередь необходимо людям, которые так же, как ты, попадают в силки мыслей, понять, а кто является поставщиком этих мыслей и кто входит в штопор этих мыслей. Входит, понятно, мозг, который сам себя начинает накручивать. А вот то поставщик надо здесь разобраться. Потому что, как правило, такие мысли возникают тогда, когда человек находится или в каком-то эгрегоре, которым управляют красноглазенькие, остроухенькие и рогатенькие, или он находится непосредственно под управлением вот этих самых существ. Само собой, если человек заявил, что он светлый, пушистый, сразу приходят эти ребята с контрольной закупкой. Говорят, ну, давай так, продавец, ты тут нам сказал, что у тебя есть такой товар, а теперь будь любезен, предъяви. И дай-ка мы посмотрим еще на качество товара. А вот с ними уже шутить невозможно. Себя-то можешь грузьем называть сколько угодно, но если, по сути, ты поганка, то как бы в анекдоте получишь сапогом по голове. В окошко тебе не положат. Поэтому многие люди, которые говорят, все, я вышел на светлый путь, ну, что же мне так плохо-то? Вот как раз это самая проблема. Люди пытаются выйти на светлый путь, но при этом они на словах выходят, а начинаются потом проблемы. То есть все время проверки, проверки, проверки. И вот в этом случае первая практика, которая помогает отойти от подобных таких вот переживаний, это написать большими буквами, все пройдет, и это тоже. То есть если у вас посетила какая-то злобная мысль, которая не дает вам покоя, вот, я сделал вот это, или мне сделают вот это, или мне надо сделать вот это, а я не хочу, а я не могу, или мне хочется, ну, и так далее. В этом случае тогда, читайте, все пройдет, и это тоже. Это как-то успокаивает. На самом деле, вспомните, сколько было случаев, когда казалось, что все безнадега полная, но почему-то вы вдруг из этой безнадеги выходили, да еще, может быть, выходили с плюсом. И вот тут вторая цитата должна у вас висеть. После все пройдет, и это тоже, все, что не делается, делается к лучшему. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот эти вот поговорки должны у вас висеть везде. Идете в ванну, чистить зубы с утра или умываться, висит вот эта вот фраза, одна, вторая, третья. Идете, например, там, открывать все каналы в туалет. Заходите, перед вами эта фраза. Направляетесь к двери носом, перед вами эта фраза. Раскрыли все каналы, на потоке сели, и мантруете по поводу этой фразы. Очень хорошо помогает. Очень хорошо. Все пройдет, и это тоже особенно помогает тогда, когда что-то не так выходит, как в анекдоте про Данилу Мастера и каменный цветок. Вот все пройдет, не переживай. И в то же время все, что не делается, делается к лучшему. Почему? Да потому что вы прекрасно понимаете, как этот каменный цветок у вас образовался, почему он у вас образовался. Может быть, не то съели, может быть, не с теми, может быть, не там, может быть, не в то время. Поэтому все, что не делается, делается к лучшему. Запомните это раз и навсегда. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если вы эти три фразы расклеите везде, по всем уголкам, вы будете самый счастливый человек через какое-то время, Потому что вы будете смотреть очень просто на этот мир Вы будете понимать, что ничего плохого здесь не происходит Теперь, когда вы вошли в штопор И уже все, из пике вам кажется выйти невозможно И фразы не помогают А такое тоже бывает, но это бывает не у всех Это бывает не у подготовленных людей Вы тогда делаете следующее У нас небольшая предыстория Давным-давно было доказано Что люди, страдающие шизофренией и паранойей Очень хорошо отвлекаются на трудотерапию То есть человек, который себя ввел В какой-то оборот мыслей И этот оборот у него все усиливается, усиливается и усилится И там уже вулканическая шизофрения начинается То в этом случае тогда, конечно же, применяли какие-то средства для успокоения Но, обратив внимание на то, что он в такую стадию шизофрении может входить Просто брали напросто и направляли его на трудотерапию Каждое утро, позавтракав, гурьба веселых людей Шла, например, таскать какие-то коробки Ну, такие вот труд очень несложные Подметать что-то Делать какую-то несложную работу Что-то тыкать, цветочки сажать и так далее То есть то, что позволяло мозгу сконцентрироваться не на своих мыслях А на том, что ты делаешь Прекрасный, прекрасный вообще способ отвлечения Но хочу добавить еще одно Лучше это делать не одному Потому что когда ты сам это делаешь, цветочки сажаешь У тебя в голове это может крутиться Крутиться и скажешь Да ну это цветочки И все разбить и все выкинуть Это лучше делать вместе с друзьями Вот когда вы с друзьями это начинаете делать То тогда вы входите в состояние уже общинности И тогда другие люди вас переводят на иное мышление На другой способ мышления, нежели тот, который есть у вас Прекрасный способ уйти от шизоидных мыслей И каких-то там других, которые вас разрушают изнутри Чтобы вы не надеялись всякие глупости Поэтому вставайте, собирайтесь Ну идите там дрова поколоть Попилить что-то Гвозди позабивать, поварить Но только помните, что это лучше делать В компании Потому что если вы сами еще раз говорю Это будете делать То вы можете топором оттяпать себе руку Ногу повредить Пилой что-то там отрезать не то И вбить что-то не то Не будете больше еще злиться Поэтому только с друзьями в данном случае Трудотерапия должна проходить В условиях, которые вас отвлекут от ваших мыслей И вот тогда уже Больше, больше, больше Необходимо вникать в мантру Все пройдет это тоже Все, что не делается Делается к лучшему Все, что нас не уничтожает Не разрушает Делать крепче Потом, после трудотерапии Надо сделать небольшой отдых Или покушать Это минут 15-30 Чтобы вы, например, могли поели Могли растянуться Вытянуться минут 15-30 И опять встать И начать что-то делать Тогда уже можно пойти Хороводы поводить Просто поговорить с хорошими людьми Пообщаться Анекдоты порассказывать Может быть даже сходить с кем-то На какое-нибудь представление И так далее То есть труд Отдых И опять какое-то совместное действие Уже более легкое И вечером обязательно Мне нужно посвятить семье Близким, знакомым В спокойной беседе Для того, чтобы Соединиться, объединиться С теми близкими людьми Которые вас окружают И когда вы ложитесь Уже освободишься от всех мыслей Когда вам хорошо Продумайте, что вы будете делать завтра Составьте план Где как минимум Одно-три действия Будут очень важные Которые нужно выполнить Первостепенно Прямо напишите Сделать вот это Сделать вот это Сделать это Дальше Одно или три действия Которые необходимо сделать Но они второстепенные И дальше Два-три действия Которые хорошо бы сделать Но они не влияют Сейчас на вашу судьбу И вот если вы Сумели сделать Хотя бы одно действие На следующий день Это говорит о том Что вы Белка-герой Все отлично Здорово Если сумели два действия сделать То это говорит Вы вообще Вы уже человек С большой буквы Если три Все Вы уже Там Уважение Заслуживаете И вам уже Можно Как Какому-нибудь известному человеку Ставить памятник Если вы по три действия Выполняете Очень важных В вашей жизни Неотложных Если же вы Еще успеваете Делать второстепенные дела После того, как Главное сделано Ну вот это Я снимаю шляпу На колени опускаюсь Убьюсь Лобом Оппол Вот Все замечательно Хорошо Если вы уже И третестепенные дела Успеваете сделать Причем Без ущерба Первым и вторым Ну вы вообще Уже тогда Аз И зря вы слушаете Эту программу Потому что Она для вас уже не нужна Это вот что касается Простого Такого Что есть в жизни Из практики Применяйте эту практику Но не забывайте Про то Что мы говорили В предыдущей передаче Про 40 дней Давай дальше пойдем Какие еще есть вопросы Ну раз ты Про 40 дней Упомянул Тогда еще поясни Все таки А почему такой срок Дается 40-40-40 Да просто поверьте Что это Не хочу Честно говоря Вдаваться глубоко Просто поверьте Что это проверенное С точки зрения Усвоения Программы С точки зрения Закрепления программы И с точки зрения Движения в этой программе Программы 40 дней Это Жреческое Такой Жреческий Расчет В котором Люди Некогда Определенные Разумные Очень хорошо Существовали Ведущие И все у них было Замечательно И здорово Поэтому у нас есть 40 дней Отмечается Момент смерти 40 дней Отмечалось Момент рождения И очень много Есть такого Контролировать Вокруг меня С моей точки зрения Это все Очень важно Начальный уровень Жития Или Люди То есть Взаимодействие С другим Ты все время Смотришь на то Как я выгляжу Что я говорю Как меня поймут С точки зрения Меня Не чтобы Донести что-то А с точки зрения Меня Чтобы мне было Хорошо Второй уровень Это уровень Уже человека Все что я говорю Я говорю не просто Так А чтобы была Польза Обществу И тому человеку С кем я общаюсь И мне Поэтому я пытаюсь Понять что он Говорит И пытаюсь до него Донести что Он должен Услышать Как мне кажется Должен услышать Третий уровень Это когда уже Только общество Меня интересует Поэтому я очень Внимательно Наблюдаю за тем Что происходит В этом обществе Я очень внимательно Каждое свое слово Отсеиваю Для того чтобы Оно дошло до человека Очень внимательно Слушаю То что происходит С другими людьми И исходя из того Могу я Помочь ему Или не могу помочь Направляю этого человека Или вот в эту сторону Или вот в эту Или просто пытаюсь С ним как-то Вот поменьше взаимодействовать Если помочь ему не могу Но здесь включается Такой очень интересный момент Который можно охарактеризовать Так Я не нахожусь В этом теле Я нахожусь За пределами своего тела Поскольку я общество Хочу видеть целое И я хочу увидеть Себя В этом обществе То есть Есть такая практика Выхода сознания Из тела Но это возможно Только тогда Когда вы Хотя бы Стали На позицию Хоть чуть-чуть Царя в голове Вот Все лекции Которые я проводил Которые выложены Изначально В открытом доступе Они посвящены Родовой нити Как жить без страхов Вот если Это не отработано То выйти За пределы тела С точки зрения Не просто так Полюбоваться чем-то А управлять своим телом С точки зрения Социума Бытия Общества Не получится Да Есть практики Выходишь из тела И просто созерцаешь Наблюдаешь Куда-то полетел Куда-то Ломанулся Что-то там взял Но это Просто инструмент Необходимо понимать Для чего ты это делаешь То есть Всегда Что ты делаешь Для чего ты И кто ты вообще Так вот Когда вы находите На третьей ступени Управленца Третий варный Условно То в этом случае Вы можете Выходить За пределы Своего тела Ваше тело Полностью вам послушно То есть Как вот Наездник Который сидит На лошади С одной стороны Он с лошадью связан Но с другой стороны Он прекрасно видит Куда идет лошадь Он может управлять Может остановить Может с лошади Увидеть Куда надо двигаться Вот примерно так же Сознание выходит То есть Сущность Наблюдает со стороны За тем телом Которое является Аватаром этой сущности Марионеткой И тогда тело Не пытается Дергаться на какие-то слова Которые кто-то Произнес В его адрес Оно пытается понять Почему это было произнесено И что сделать Но оно не переживает Нисколько Его нисколько Не волнует Кто что говорит Ему важно Телу А вернее тому Кто управляет телом Что Делаю Я И какие Получаются результаты То есть Я делаю Что должно И пусть оно будет Что будет Понимаете Другой совершенно подход Меня не интересует Кто-то на меня Там сказал Какое-то дурное слово А бы мне что-то подумал Это его проблемы Это грязь В его голове Она меня не касается Нисколько Она до меня Не долетает Все что кто-то говорит Это говорит кто-то Но я не есть тот Кто что-то говорит И уж тем более Кто что-то про меня говорит Меня это не интересует Так вот Когда практика Нахождение за телом В жизни Применяется И вы знаете Кто вы То в этом случае Тогда тело Абсолютно не дергается Не рыпается Оно внимательно слушает И вы понимаете Через тело Что от вас хотят И что нужно вам проявить Это уже уровень высокий Уровень управленца Уровень аза Это когда он все Одновременно чувствует И понимает Он следит за тем Что происходит внутри него Что происходит наружу Что происходит за пределами Этого явления Которого он сейчас наблюдает И он видит ту грань На которой сейчас находится Мало того Он видит не только ту грань Он видит целиком Всю вот эту сферу Все бытие И понимает Куда двигаться Что делать Это уже уровень аза И уже уровень Который выше уровня человека В человеческом теле Это уровень Бога Который уже создает Это бытие Который себя Может погрузить В теле Создать это тело Который может Также наблюдать Также направлять Изменять что-то Корректировать И учиться Про уровень Бога Мы сейчас не говорим Бесполезно совершенно Об этом говорить Просто сказали Что есть и есть А вот достичь уровня аза Когда находясь в теле Сознание Может и в теле Быть одновременно За пределами И ощущать не только То с кем ты общаешься А еще и что происходит Круг тебя Такой кругозор Довольно широкий Образуется Вот это очень важно К этому стремиться Поэтому я предлагаю Для начала Понять кто вы Зачем Для чего И как После этого Понять что Вас ничто Абсолютно Не беспокоит И вас Ничто Не касается То что плохое Потому что Вам необходимо Создавать мир А не подчиняться Тому Что кто-то В этом мире Сделал Конечно Сейчас могут сказать Ну вот плохие же люди Тоже это могут делать Нет Плохим людям Не дано Стать азами Им просто Не дадут Это сделать У них перекрыты Эти каналы Им кажется Что они все могучи На самом деле Они очень примитивны Просты Они все действуют По принципу щуки А принцип щуки такой Что плывет мимо Хватай И очень часто Мимо них проплывает Блесна И казалось бы Они это Жрали 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 Но потом вдруг Оказались на берегу Вот это принцип Глупых Злых людей Принцип же Добрых людей Которые Сильны Которые Знают Кто они Которые Понимают Для чего Они Очень простой Достичь Уровня Аза И только В этом состоянии Человек может Быть спокойным И делать то Что необходимо Делать Ну вот Примерно так Благодарю Алексей Благодарю Богам Нашим светлым Предкам Нашим славным За эту беседу Да и тебе Миша Благодарность Что поднял Эту тему Я думаю Следующее Если вас Интересует Кто вы На самом деле То начните Самого простого Подойдите К зеркалу Или к какой-нибудь Стене На которой Написаны Вот эти вот Фразы С которых Мы начинали И поймите Вы соответствуете Тому Что в них Написано Что в них Излагается Доносится Или нет Если соответствуете Идите дальше Если нет Проработайте Это Поймите Никто Кроме вас Ничего плохого В этой жизни Для себя Не сделает Только вы Делаете добро И зло Все остальное Только отражение И исполнение Вашей воли Ваших желаний Ну вот такая практика Сегодня была дана Если есть вопросы Пожалуйста Пишите Если есть уточнения Тоже будем благодарны Если пожелаете Какую-то тему Развить Вот Михаил Сидит Он примет Ваши пожелания Но Помните Все пожелания Реплики Мы принимаем Только На тех сайтах Которые к нам Относятся К нам Относятся Только Сайт Народного Славянского Радио Славрадио В одно слово Точка Орг Или наш канал На ютубе youtube.com Слэш Славрадио В одно слово На других Каких-то Очень уважаемых Ресурсах Мы не видим Ваших комментариев Мы не понимаем Что вы кому пишете Вы пишете на деревне Дедушке Когда пытаетесь Обратиться к Михаилу Ко мне Или там Редакцию радио В редакцию радио Надо обращаться Там где Редакция существует То есть За грибами в лес Идут именно в лес А не в речку Вот из этой же серии Не пишите письмо Дедушке Как Ванька Чтобы потом Не расстраиваться От того Что вам не отвечают И еще В очередной раз Напоминаю Реплики такого Фигня Там Или матершина Какая-то Или что-то еще Мы сразу Выкидываем И сразу отправляем В баню Можете бежать Сколько хотите Хамить Писать глупости Вы можете У себя дома Со своими близкими Знакомыми Друзьями Это ваша проблема Хотите в этом мире Колупаться Колупайтесь Но только Вот эту вот Грязь Вот эту Не несите к нам Не надо Мы стремим Мы стремимся Объединить Людей В здравии В здравомыслии В радости И чистоте В силе Божественной А не в Какую-то Глупость Поэтому Не несите Все равно Это будет удаляться Но если У вас Есть Какое-то Пожелание И вы Можете Его Словами Изложить То тогда Милости Просим Значит Вы достойный Человек С которым Можно общаться И нужно Общаться На всем Я с вами Прощаюсь Напоминаю С вами был Народно-славянское радио Алексей Орлов Михаил Ять До новых встреч Друзья мои Увидимся И услышимся Будь добры Продолжение следует...